Всем огромнейший привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Мы с вами в Second Hand. Перерыв был 2 недели, но вы не заметили, потому что я каждый день снимала до, а потом, когда случился перерыв и завоза не было, вы не заметили, потому что я выкладывала архив. И сегодня я пришла в большой надежде, перерыва вроде бы больше не будет, перебоев с поставками у них вроде бы не будет, и будем надеяться, что дальше пойдет получше. Насколько я поняла, меняли поставщика, но это еще не точно, все окутано тайной. В общем, я сегодня пришла и нашла вот такое чудесное платье шелковое от бренда Bodden. Какие же красивые здесь оттенки, какое же хорошее здесь качество шелка. Шелк люксовый однозначно, такое саржевое плетение. Ну, вам даже на камеру видно, насколько он крутой. Поэтому я его беру однозначно, без примерки даже, примерять буду дома после того, как приведу в порядок. Как ухаживать за шелком у меня есть видео, поэтому если интересно, проходите, я ссылку на него оставлю под этим видео. Сзади выглядит вот так. Найчудеснейшее платье на самом деле, просто весна. Затем вот это пальто, и я в раздумьях, меня даже не смущает вот эта варварски оторванная пуговица. Ее можно заменить и аккуратненько здесь все пришить, потому что состав здесь хороший. Это кашемир с шерстью, а точный состав, вот он, 65% шерсти, 20% кашемира, 15% полиамида. Отличный состав, неплохое состояние, несмотря на то, что вещь винтажная. По плечам, по крою видно, что эта вещь действительно с историей винтажная. И вот я думаю, брать мне или нет. Скорее всего, я уже надумала, что я не буду его брать, потому что мне реально негде хранить. Сезон закончился в нашем регионе, по крайней мере. И мне придется это пальто хранить все лето, аж до осени. У меня нет сейчас такой возможности, кто смотрит меня, знает, что у меня сейчас предстоят переезды, скорее всего. Поэтому я, пожалуй, это пальто оставлю. Может быть, оно пригодится кому-то. Не может быть, а точно его сегодня же и заберут. Оно двубордное, очень красивое, действительно просто шикарно сядет на фигуре. Естественно, его нужно почистить, привести в порядок, но проплешин от Моли нет. Поэтому у пальто есть очень даже неплохая перспектива обновиться. Затем вот это платье в платочный принт. Я такие платья люблю. Оно вискозное, это масс-маркет, но качество вискозы хорошее, качество исполнения тоже. И крой, здесь нет никаких у меня к нему нареканий. Я просто обожаю такие вещи носить летом, когда подол развивается, создается такая естественная вентиляция воздуха. Поэтому, конечно, в таких очень-очень комфортно. Ну и плюс крой, он выигрышен для любой фигуры, поэтому эту вещь я тоже беру однозначно, даже без примерки. Не показала вам состав этого платья. Вот он, стопроцентный шелк, подкладка, стопроцентный полиэстер. Размер 14. Да. Из ремней мне попалось 3 ремня. Один коричневый, вот такой, черный. Вот здесь кожа очень хорошего качества. Причем кожа и внутри, и снаружи. Чаще всего вот такие двуслойные, которые внутри с наполнителем, скажем, они с этой стороны из полиуретана. Полиуретан первым делом трескается здесь. И внутри, и снаружи натуральная кожа. Вот он, значок. Этот тоже кожаный, но здесь один слой кожи. Он такой плотный, такой добротный. Бренд We. И вот этот, просто чудесный, с такой выделкой под крокодила. Выглядит уже симпатично. У всех простые пряжки классические. Вот у этого такая. И у этого вот такая. Абсолютно простые пряжки. Здесь мне очень нравится выделка кожи. И здесь тоже с внутренней стороны натуральная кожа. Но эту часть нужно чистить. Сегодня очень много детских вещей. Прям много. Невозможно даже просунуть руку, посмотреть. Взрослых меньше гораздо. Мне понравился вот такой жакет. Указан, что это шелк. Но на ощупь и на вид, и по фактуре это лен. Вот насколько шелк может быть разным. Я сейчас, конечно, буду проверять его. Шелк ли это. Но если верить бирке. Вот он бренд. 12 размер. Это ваше дело? Нет. И вот он состав. Если вам видно. 100% шелк. Подкладка полиэстер. Имеется ввиду, скорее всего, здесь подкладки вообще нет. Но, скорее всего, плечики имеются ввиду, что из полиэстера есть кое-какие вставочки еще. Но фактура, посмотрите, это прям лен. Очень хороший крой у него. Несмотря на то, что вещь тонкая, она хорошо держит форму. Затем вот такой жакет. Лососевый оттенок. Это Alex & Co. Размер 42. Состав 55% шелка, 45% льна. Здесь как раз-таки фактура не такая четкая, как здесь. Фактура льна. Ткань очень приятная на ощупь. Цвет очень красивый, свежий, весенний. Хочу взять. Вот этот жакет, точнее блейзер. Такой двубортный, клубный. Очень красивый. Я таки обожаю. Вот 100% шерсть. Эмблема пришита. Но она такая с металлом интересная. Возможно, это какое-то сообщество. Скорее всего, она пришита, потому что пришита она криво. И хочется прямо ее отсюда убрать. Она здесь не смотрится. Ну, что-то подобное здесь смотрится. Но нет. Эмблема. Она уже свое пожила. Здесь кое-где есть коррозия на металле. Если реставрировать, то полностью чистить. Он темно-синий. Вот вам качество шерсти видно. Красивая очень. Бещица. И пуговицы интересные. И металлические. Тоже с какой-то гравировкой. Это геральдика. Не вижу. Н. Буковка. В общем, пиджак классный. Тяжелый. Сейчас осмотрю его на дефекты. Надеюсь, их не будет. Я такие просто обожаю. У меня в носке такой один. И он чудесно просто сидит на фигуре. Здесь размер. Вот такая бирка. А размер здесь 48. Затем вот этот жилет. Он из замши. Я его не беру. Потому что замшу надо чистить. А у меня с замшей не очень хорошее взаимоотношение. Поэтому я его оставляю здесь. Хотя, если бы он был в лучшем состоянии, я бы, наверное, его взяла. Мне нравятся такие жилеты. Затем вот такая юбка. Ее я беру однозначно. Только посмотрите на эти цвета. Это просто какой-то шик. Мне очень нравится она. Жалко, нет жакета. Я бы хотела еще... Чтобы был жакет, но я бы хотела. Здесь такое бывает очень редко. Это боден. Размер. У меня сегодня все 14. Я примерю на себе. Но юбка мне велика. И вот эта юбка тоже боден. Посмотрите, какая. Во-первых, она лаймового цвета. Очень красивый оттенок. Тоже боден. Вот тоже этот же размер. Но это уже и стопроцентная шерсть. И сейчас я поищу ее состав. Смотрите, как она выполнена. И подкладка. Все очень-очень-очень достойно. Нет, не стопроцентная шерсть. 90% шерсть и 10% полиэстера. Вот такая сумка. Она из натуральной кожи. Такие квадратики. Мне нравится цвет. Темный баклажан такой. Хочу взять. Она очень простая. С обратной стороны выглядит вот так. Вот так. Но кожа неплохого качества. Поэтому мне хочется взять. Эту сумку я оставляю. Она из соломы. Но она уже все пожила свое. Ее придавили здесь сумками. Скорее всего, она просто лопнула. Хотя здесь выполнена она неплохо. Здесь углы видите, укреплены кожными вставками. Но, к сожалению, это ее не спасло. Дальше. Такая панама фила. Ее я беру. Все бирочки на месте. Она из денима. Темно-синего цвета. Да, ее беру. Затем вот эту сумку хочу взять. Но не знаю. Если брать, то под реставрацию. Но здесь она и грязная. И немножко потерта. В общем, надо поиграть с цветом. И с углами. У меня такого цвета и близко нет. Это нежно-розовый, пыльный. Прям такой цвет увядающий розы. Вам на камеру кажется, он просто пудровый какой-то. Но это очень красивый оттенок. Бренд Оушка. Что-то слышала про этот бренд. Но качество кожи здесь хорошее. Могу сказать однозначно. Хорошая такая плотная зернистая кожа. И мне очень хочется взять эту вещь. Мне интересно, что же получится в конечном результате. Если возьму и сделаю, то я вам потом покажу во влоге. Я сначала, наверное, начну ее чистить. И посмотрю, как пойдут дела. Может быть, просто отдам мастеру-реставратору. Он мне ее сделает. Потому что кожа вообще высочайшего качества. Мне как-то писали, что смысл брать сумки под реставрацию. Но есть смысл, если сумка хорошая. Эту сумку оставляю. Здесь вставки из замши убитые просто. Засаленные, грязные. Я не хочу ее даже трогать. Я ее просто оставляю. Углы, видите, тоже с ними беда. Поэтому нет. Эти а-ля Беркинштоки тоже оставляю. Не новые. Но верхняя часть не кожаная. Ну и такая, знаете, сильно дешевенькая. Внутри замши. 43 размер. Они мужские. И новые. Отливайся ремень. И здесь, похоже, отсутствует на пряжке вот эта крутящаяся штучка. Вот такая крутилка, знаете. Она отсутствует. Ремень двусторонний. Я не знаю, смогу ли я вам показать одной рукой. Ну, в общем, вот так вот. Видите, он выкручивается. Указано, что кожа, он новый. По состоянию это видно. Но за счет того, что вот эта вот штука утеряна, он ушел в сток, а потом в секонд-хенд. И вот эти а-ля Казаки с открытой пяткой. Интересно тоже выглядят. Похоже, тоже новые. Внутри они кожаные, снаружи нет. Я их оставляю. Вот так они выглядят. Тоже симпатичные. Взяла вам показать. И вот эти от Дюн тоже оставляю. Они кожаные полностью. Стелька здесь очень качественная. И они мягкие. В таких вообще мега удобно. Но мне не очень нравится модель. Следующий магазин. Вот такую сумку нашла. Сразу говорю, я ее не беру из-за ее состояния. Она нуждается в реставрации. Хотела вам показать. Это, похоже, винтажный Пьер Карден. На винтажные сумки и одежду от этого бренда есть смысл обращать внимание. Современная вообще его не заслуживает. Потому что качество оставляет желать лучшего. Здесь хорошая качественная кожа. Но она свое пожила уже прям так основательно. Поэтому я ее оставляю. Просто интересно стало. Такую бирку давно не видела. Еще вот такая новая. А-ля Гуччи. Конечно, не Гуччи. Я ее тоже оставляю. Это поле урита. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok